И начну с нескольких пунктов. И прежде всего, прошу простить меня, если я буду делать определенные ошибки, связанные с незнанием вашей культуры. Второе, я буду говорить с точки зрения служителя Евангелия, который долгое время был вовлечен в политику. И я знаю, что здесь представители и церкви, и государства. Также я буду говорить и о библейских принципах. Это библейские принципы управления, но я покажу, как они проявляли себя на протяжении всей истории. И время от времени я буду использовать примеры из американской истории. И я это буду делать не из-за того, что я считаю Америку наиболее выдающейся, поскольку это не так на самом деле. Но я просто верю, что народ, который применяет Божьи принципы, имеет на себе Божьи благословения. И был период в американской истории, когда мы применяли эти принципы и имели Божьи благословения в результате. К сожалению, сейчас мы в тот период развития американской истории, когда мы игнорируем эти принципы. И многие пастыря отходят от этого. И поэтому, когда я буду ссылаться на американские примеры, это для того, чтобы проиллюстрировать определенный принцип, а не для того, чтобы каким-то образом выпятить это. И сегодня я хочу поговорить о том, что же говорит Библия о гражданском правительстве. И я хочу сказать, что эти принципы, они подобны человеческому скелету. Снаружи мы видим какие-то черты, кожу, все, что связано с внешним видом человека, но внутри всего этого находится скелет. Без этого скелета не было бы никакой силы, не было бы никакой настойчивости и возможности движения. И я возьму за основу этот скелет, потому что он является примером, как основание этих принципов. И говорится в деянии, что Бог призывает народы в определенное время. И Бог, Он призвал Украину именно на этом месте и в это время. Можно определить, какую характеристику вы хотите обладать, какую внешность вы хотите иметь. Но если у вас не будет скелета или же правильных принципов, то тогда вы не сможете продолжать движение. И поэтому я бы хотел поговорить об этих принципах. И фокусируясь на этих библейских принципах, я бы хотел остановиться на известных законодателях на протяжении всей истории человечества. И прежде чем я буду говорить о них, я хочу сказать, что есть разница между библейским или же христианским. Точно так же, как вы знаете, что не каждый, кто исповедует христианство, он делает это на библейском основании. И одно из самых таких ярко заметных мест, где это видно, это в плане гражданского правительства. И был человек по имени Джон Локк. Он был великим законодателем и также он был известным теологом. В 1690 году он написал, в частности, вот этот вот свод закона. Это был использован на страны существующего мира в строительной нашей стране. Чтобы строить свои законодательства.